Добрый день, Сергей Петрович, в чем вопрос, чем помочь? Подобные приемы, помимо решения проблем граждан, это еще и возможность для руководства муниципалитета узнать, чем живут люди не из сухих сводок, а в личном разговоре. У Сергея Кузяева дом в Расторгуевской части Видного. Вместе с соседями Сергей давно мечтает о спортивной площадке. Там у нас есть свободная земля, там заросло, мы порядок навели, и хотели бы поставить сначала детскую площадку, но нам ответили, что там по параметрам не подходит. Каким сделать спортивную площадку? Поставить тренажеры? Нет. Поставить тренажеры у нас очень много, практически все пенсионеры. Люди готовы сами профинансировать этот проект, но земля находится в муниципальной собственности, а значит требуется одобрение со стороны властей округа, которое и было получено в ходе встречи. Мы оформим вам разрешение на размещение, вообще никаких проблем. Собирайте денежку, устанавливайте спортплощадку, которую захотите. Еще одна посетительница, Ирина Музыка, столкнулась с проблемой посерьезнее. Она 6 лет проработала бухгалтером в школе-поселке Горки-Ленинский. Лишившись работы, она по закону должна освободить и служебную квартиру. Нам выдали уведомление о том, что 22 января мы идем под сокращение. И жилье, которое мне дали, оно у меня служебное. У меня есть договор служебного найма. То есть я буду вынуждена с ребенком освободить помещение. А где вы живете? Учительская 2, квартира 11? Да. В данном случае выходом из положения стало предложение для Ирины перейти на новое место работы в одну из муниципальных структур. Таким образом, она с сыном сможет остаться жить на прежнем месте. Мы ее тогда берем к себе, централизованную бухгалтерию. Она работает спокойно. Значит, квартира за ней сохраняется. Нам-то важно, чтобы у нас сотрудники остались. Спасибо. Да. Поэтому тут важно, чтобы вы сейчас все сделали. Дальше переоформитесь, будете работать у нас. Поэтому ничего не бойтесь, продолжайте там жить. Посмотрите еще просто по школам и садам, потому что специалист по образованию, в сфере образования. Такие нужны будут все равно точно. Видновчанин Дмитрий Морозов пришел на прием с предложением организовать в городе Видное центральный каток. Тех, что есть, по его мнению, недостаточно. Хотелось бы вообще, если в глобальном смысле смотреть, именно в городе Видное, чтобы у нас был вот такой центральный каток, который был бы стационарным, который, ну, как бы город, за которым бы следил. А где вы его видите, расположение? Вы знаете, у нас был, во-первых, на стадионе «Металлург», ну, что-то похожее. Вот. Ну, на самом деле, это был единственный каток с теплыми раздевалками. Действительно, в этом году каток на стадионе «Металлург» не функционирует. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Станислав Катаров пообещал лично разобраться с этим вопросом. Мы запланируем, давайте, мою поездку на Сталин «Металлург» с проработанным вопросом на создание там стационарного такого катка с искусственным льдом. Значит, открытого, закрытого сейчас подумаем. И, соответственно, с раздевалками, да? Как показывает практика, большая часть вопросов решается прямо во время приема. А присутствие заместителей главы администрации позволяет значительно сократить время решения проблем, с которыми обращаются жители округа. На самом деле, вопросы решаются. Главное, вообще, как бы, их поднимать, эти вопросы. Ну, я говорю, что, то есть, я сюда пришел именно за тем, чтобы поднять вопрос, который важен для многих жителей. Руководство Ленинского округа проводит прием граждан еженедельно. На них требуется предварительная запись. Телефоны можно найти на сайте администрации муниципалитета. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.